МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В профессии оказался, как и все, ну, честные люди, для славы и денег, ну, естественно. Тогда была очень популярна программа «Окна» с Димой Нагиевым. Это давно было, да. Я сейчас ее пересматриваю периодически на Ютубе, смотрю, господи, как мне это нравилось. Но тогда мне это нравилось, причем не только мне, но как бы многим. И я посмотрел, что заканчивает Дима Нагиев. Он заканчивал театральное училище. Я посмотрел, какой ближайший, а ближайший оказался Благовещенский. Я сюда поехал. До этого я хотел стать моряком. Ну, я планировал стать врачом. В девятом классе у меня не получилось поступить в химико-биологический класс. Я там что-то... С биологией у меня беда была какая-то. Вот, я решил стать моряком. Ну, а потом за полгода я решил стать Димой Нагиевым и поступил сюда, в театральное. Вот здесь, куда? Сидор? А это финальный, ничего не подыгрывать вообще. Так я растерялся, думал, уж совсем не застану. То есть, что вы... А что с вами случилось? Гластическая операция. Совсем не похоже, зря делали. На Шевченко они точно не ходят. Ну, если только некоторые. Но, не знаю. Ну, нет, была одна женщина, которая... Вот ее я точно помню. Что... Да, она приходила, она дарила мне цветы. Стабильно. Вот, которая стабильно. Кстати, она куда-то пропала. Где ты? Где ты? Да. Ну, опять же, сейчас откроется сезон. Сейчас посмотрим. Но так, да, бывали. Бывали на закрытие, там, или на открытие дарили коньяк. На 23-е, там, дарили коньяк. А я не пью. То есть, папа радуется, а я не пью. Ну, ну, что скрислась? От меня ушла жена. Последнюю неделю была жена не своя. Крикала, бегала. А вчера устроила скандалы за... Пусть тебя... Видите ли, ей не понравилось, как я кушаю. Ну, жрешь мне. Блядь, мне это не устраивало. Любая профессия прибыльная. Твой заработок, условно, если брать именно финансовое, зависит именно от твоих навыков и умений в профессии и от актуальности твоей профессии. Причем в меньшей степени. То есть, если ты сантехник, ну, я сейчас просто не хочу никого обижать, но, условно, если ты рядовой рабочий, да, и ты можешь, там, прикрутить 2-3 гайки и сделать обычную батарею, то ты, как сантехник, будешь получать, там, 17-20 тысяч и будешь ругать, там, начальника своего цеха и Путина за то, что они у тебя воруют, а они тебя обманывают. Если ты нормальный сантехник, который может сделать план дома, то тебя любая, допустим, строительная компания заберет, и ты, будучи сантехником по профессии, ты будешь зарабатывать достаточно. Я... Драгоносец! Я убью его! Я принуду, что его я не сжигал! Мы будем тебя обманывать! Я все подписал? Ты свободен, я... Простите, я же вас... Я на дорожку. Наши взгляды на искусство, если можно так выразиться в один момент, немножко разошлись. И, то есть, это момент тогда, тот, когда запретили на сцене курить, запретили мат со сцены. В общем, сам Райкин, Константин, он выступил с тем, что, а как вот там мир меняется, как это новая волна, это, в смысле, без этого сейчас никуда, это часть нашей жизни, а как нам привлекать зрителя? И я здесь чуть-чуть о другом думаю. Просто, если... Если тебе, кроме голой жопы и слова из трех букв, нечем привлечь зрителя в зал, то грош тебе цена, как художнику. Правда ли, что не гоняй лукавый, вам благодетелю грозит теперь расправа? Да, я и не знал, что есть такие злые души. Позвольте лишь. Ему я в корла и уши. Нет, подокать ему никак нельзя. И вас от золотых происков освобошу я вас. Поколочу его. И струсит он, скотина. Я смотрю. Я в детстве игра... Ну, то есть, у меня в свое время была там группа закрытая какая-то, ставки на спорт. То есть, я в молодости занимался шахматами. У меня такой более-менее аналитический, наверное, склад ума. И мне нравится именно анализировать что-то, смотреть там предматчевые расклады, то есть, смотреть сам футбол. Ну, это здорово. Через футбол можно... Вообще, через все ты можешь как бы... Все, что ты делаешь, это познание мира. То есть, через футбол ты можешь познавать мир. Там, через Роналду и Месси. То есть, это два разных взгляда на жизнь, два разных взгляда на профессию. Но то же самое футбольную. То есть, один человек одному дано чем-то там, почему-то так вот, генетическом так сложен. А другой всего добился сам, тренируясь в спортзале. Любовь. Так преисполнена мечтами, что истинная мечта. Одна любовь. Угодно ли вам охотиться сегодня? А на кого мы курим? Олень! А я сам теперь, как благородный зверь. Сходить в театр, это, наверное, модно. И когда ты приглашаешь девушку не в клуб, условно, там не в кафе, куда-то там кофе попить, а в театр, то это, наверное, как-то более эффектно выглядит. Скорее всего. Я не в курсе. Так, спектакль в шесть. Гуляйте с пяти до шести. В чем проблема? Гуляйте после спектакля. Причем, когда ты, ну, наверное, встречаешься с человеком, ты же говоришь о чем? Об общих каких-то вещах. А если у тебя есть возможность что-то обсудить, ты же, наверное, лучше поймешь. То есть у тебя есть определенный сюжет, на который ты можешь поговорить с человеком. Почему нет? Закрыть мне путь к ленцу моей шаланией! Господин! Ты будешь жить, бесчувственный тиран, но твоего избранника, в котором я сам еще нечаял, видит Бог, я оторву от этих черствых глаз. 11 октября на сцене ОКЦ выступит Елена Ваенга. Бесплатный билет на концерт получит тот, кто быстрее всех назовет настоящую фамилию певицы. Номер для СМС и сообщений Ватсап на ваших экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин